Доброй ночи, друзья. Я купил липучки от мух, но они в машине остались. Уже не пойду завтра. Завтра поцеплю. Об этом писали, обработаем мух. Не хочу никакими обработками на мухах, на этих, на свинюшках работать. В липучки собрали мух и все. Раз в неделю потратил 70 гривен на 10 липучек и забыл. Не думая, что опрыскивание будет стоить дешевле, только не хочу ничем бить на свинюшек. Начал с них. Такой аппетит у меня у свиней, именно в молодежи. Прям я не нарадуюсь. Прям вылизывает кормушки полностью. При том, что едят очень много, очень хорошо. Я прям не нарадуюсь. Красота. Смотрите. И ударочка такая пузлатая, да? Прям хорошая стала, лощеная, толстенькая. Эти красавчики. Я сегодня у них даже не стал убирать. У них чисто. Сегодня праздник. Пусть отдыхают. Как бы вот так. Только у этих тройняшек поубирал, потому что у них было, ну как бы они втроем и у них грязнее. Вот так. Вылизывает прям всё хорошо. Сено едят. Красота. Вот такие вот дела. Знаете, где мой ребёночек? Вот лежит. Я на него смотрю. Я насыпал кушать, но я не видел, чтобы он ел. Но вижу, что вот здесь вот граммулечка стала меньше. Но я надеюсь, что он начнёт есть. Если он не начнёт есть, завтра ему бутылку с молоком давать. Ну посмотрим. Вот так. Он ложится кыш-кыш-кыш отсюда. Ложится то здесь, то вот там на соломке. Вот так. В туалет он ходил вот там. Как бы пхни нос. Пхни нос к кормушечку. Эти кашу поели. Воды сильно не хотят пить. Хотя кашка солёная. Не знаю почему. Мне пишут по поводу поросят. Я говорю восемь заказанных и больше заказа не принимаю. Потому что я вам говорил, что нужно посчитать. Мне нужно три кабанчика. Два кастрированных, один не кастрированный. И четверых за кабана. Три свинки и кабанчик. Вот так. Ну короче, это сколько? Короче, я запутался, да? И тётя Нине. Но тётя Нине без разницы. Кто? Я вам говорил, кому-то мне надо отдать. Вы пишите. Да мы уже всё знаем. Кому-то надавать. В общем, всё. Вот так. Поэтому восемь штук у меня заказано. А дальше не хочу принимать заказы. То, что творится у этой свинки, просто мне в голове не укладывается. Они просто вот так крутятся по соскам по кругу. Я... Знаете, что самое странное? Ладно, маленькие, да? Друг с другом. Большой поросёнок поменял себе сосок. Сосал точно. Я видел, ну, что он сосал верхний, передний, второй, не первый. Первый у него пустой. А теперь сосёт верхний, только нижний. То есть верхний, передний, только нижний. Это странно. Вот этот поросёнок, он не поносит ничего. Просто молока ему мало. Но я думаю, он рассосёт сосок. Я надеюсь. Он сосёт совершенно на пустой сосок, который никто не сосал до этого, ну, вот, две недели. Поросятам две недели. Короче, чёрт и шоу у неё творится. Но я на свинку не грешу совсем, потому что они просто посходили с ума и не знают, что им делать с теми сосками. Так как молоко у неё есть, вот можно следить по вот этим поросятам. Я уже об этом говорил. Ну, вот так. Кинул им соломки. Грызут себе. И свинюшки грызут, и молочня ковыряется. И по поводу клички. Много, много разных вариантов вы написали. Я писал или овощи, или каша, да? Ну, типа, мне подходят вот такие каши. И мне понравилось, знаете, он в точку. Мне понравилась кличка горох. Много кто написал горох. А больше, ещё больше, чем горох, мне понравилось геркулес. Есть каша геркулес. Ну, и, знаете, есть такая ассоциация. Фильм, сериал, я думаю, все смотрели геркулес. Ну, вот, мне кажется, что геркулес ему больше подходит. А вы напишите, как бы, что вы считаете, какая ему кличка больше подойдёт? Горох или геркулес? То есть, будет он горошком или кашкой? Такой он, вроде и дикий, при этом такой аккуратненький, не орёт, не пищит. Знаете, бывает, принесёшь поросёнка, а он тоже так за мамкой своей плачет. Ходит, орёт, верещит, по углам прыгает. А этот себе спокойненько лежит. Ну, вот, единственное, что с кашкой плохо. Я вот, она будет встать до утра. Утром отдал её свинюшке. Свинюшка всё съела. Ну, короче, нормально. Да, девчатки? Угу. Вот этот, который был самый худой, стал толстый. Самый маленький тоже. Он был на маленьком соске. Потом он стал сосать соседний. А теперь он сосёт передний. Короче, чёрт и что творится, я не знаю. Поэтому, больше пока заказа не принимаю, мне писало ещё два человека. Один вообще написал, что, типа, я бы всех забрал оставшихся. Я говорю, да я не могу пока, напишите хотя бы дней через 10. Ну, короче, не знаю. Посмотрим, как будет. Но мне не нравится, как они себя ведут. Вот правда. То есть, если вот я на эту свинку смотрю, на её поросят, и любуюсь, они прям красавчики, то вот эта разнокалиберность прям расстраивает. Я им ничего не канул. Они прекратили поносить. Ну, прям голодный поросёнок. Прекратили поносить. Ну, там один поносил всего. Так что, уколы никакие не понадобились. Ну, вот так. Ну, третий, как сено ест. Пучками целыми. О! Вкусняшка. А вы говорили, зачем сено, если кроликов не хочешь держать? Вот. Свинки жуют. Молодцы. Ну, я думаю, покажу вам ещё и цыпочек. Вы малышню всякую любите, как и я. Цыплятки нормально бегают. Все пять маранчиков в порядке. Продолжают пить лекарства. Мои кахенхинчики тоже в порядке. Все три стали вон пушистики, ровненькие, хорошенькие, весёленькие. Моль вот ловят, гоняются. Только что бегали за ней. Оп! Улетела паразитка. Ну, вот так. Один там был слабенький на лапке. Всё в порядке. Расходился. Кажется, что у него немножко пальчик. Вот он был слабенький на лапке. И кажется, у него немножко один палец так чуть-чуть подогнут. Но ходит нормально. Да? Пузырьки. Кто? Кто из них? Может, уже и ровненько ходит. Уже и не видно. Всё. Корма им досыпал. Пелёнку у них ни разу не менял. У них 35 градусов. Она у них не мокнет. Ничего. То, что они немножко, ну, ходят в туалет, оно всё быстренько высыпает. Корм у них до сих пор подножный. Кормушка ещё ничего не сыпал. Короче, у них всё хорошо. Вот такие. Вывод пока ещё не намечается. В инкубатор заглянул. Меня расстроил вот этот вывод. Не вывод, а вот эта оплодотворённость яйца. Мне прислали 12 яиц. Я точно помню, что те, которые я купил от пуховых кур, мне прислали 10 штук. И там они все в порядке. А кто-то прислал мне 12 яиц подарком. Я не помню кто. И там всего 2 годных яйца. Ну, вот так. Я не помню, что за яйцо. Это всё меленькое. Возможно, это или эти кохинхинчики, или пуховые. Короче, выведутся. Будем видеть. О, там, наверное, свинюшки кормят. У перепёлочек всё хорошо. Водичку в банке всё равно ещё ставлю. Потому что, ну, может, думая, что до сих пор какой-то валенок не разобрался. И не умеет пить с этого. Ну, из ниппелей. Поэтому баночку всё равно ставлю. Растут отменно. Ещё чуть-чуть, и скоро занесутся. Прям быстро перепела растут. Пошли посмотрим, что там свинюшки кормят. Аккуратно. Чтобы не согнать. Ну, тут всё как положено. А тут, вот, смотрите. Рассказываю вам историю поросят. Вот этот большой сосал вот этот второй сосок. Теперь он съехал туда вниз. Непонятно почему. Вот этот самый маленький поросёнок сосал сначала вот здесь маленький сосок. Потом они дрались с этим. Он перешёл на этот. А теперь он сосёт вот второй большой сосок, как я вам и говорил. А тот поросёнок, они же сосали все один ряд. И той ряд, там на том ряду всего один сосок с молоком. И вот этот самый худой поросёнок теперь вот там снизу сосёт второй сосок. А в нём молока почти нету. Я ничего с этим сделать не могу. Как бы я только в загон захожу. Она вскакивает. Не знаю, почему именно в этом поросе она такая дурная. Ну, короче, вот так. Сейчас пустит молоко, посмотрите. То есть, чтобы вы понимали, я слежу за тем, чтобы все поросята ели. Но то, как они едят, это, конечно, меня немножко расстраивает. Ну, вот видите, это уже раз и пустило молочко. У этой шесть поросят на одном ряду, один на втором. А эти все шесть сосут ещё и второй ряд. Вот сейчас пустит молочко. То есть, смотрите, вот этот, который самый худой, вот, серенький вот этот. Смотрите, он пьёт молоко. В соске оно есть, только мало. Он должен его рассосать. Поэтому я не вмешиваюсь. То есть, я вам же сказал, вам со стороны может казаться, что, типа, я мучаю поросёнка, взял бы, докормил его вручную. Ну, может, конечно, ему количество молока из бутылочки было бы лучше. Но я вам уже много раз говорил, сейчас лето, и временами меня нет целый день. И этого никто не сделает, а будет ещё хуже. Так он хоть и на небольшом количестве молока, но есть. Я вам уже говорил, что как только они подрастут к месяцу, просто взять больших, раз, два, три, четыре, продать, убрать, ну, я имею в виду из загончика. Останутся три самых маленьких худеньких, и они на всех сосках поправятся сразу. Они очень быстро округляются. То есть, два-три дня, полкилограмма набрали, сразу кругленькие. И все дела. Да? Всё. Самцов же я убрал. Видите, меньше кукареканья вот этого. Да? Поели, девчатки? Всё. Давай я тебе дам этот яйцо. Тут вот наблюдается плохое. Давайте посчитаем сначала. Вот такое побитое, какое-то скорлупа слабое. Вот так, раз, то есть, пять, десять, пятнадцать, двадцать, 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 три. Забастовка, что ли? Где ещё десять яиц? Короче, сегодня у них, сегодня праздник, скажем, маковей, да? Поэтому, скажем, мы отдыхаем. Двадцать три. Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать три. А эти молодцы, сработали на ура. Тридцать три и двадцать три, пятьдесят шесть. Ну, вот здесь же уже курочки начали нестись хорошо. И это побили. И это какое-то. Так, пятьдесят шесть, шестьдесят. Шестьдесят шесть, шестьдесят девять. Семьдесят семьдесят четыре. Ну, в среднем, в среднем нормально, да? Так, на. Раздавленное яйцо, на. А ты будешь? Ну, сатамена. Будешь яйцо? Чё ты не кушаешь? Ну, чё ты не кушаешь яйца? А она ест за всех. Смотри, какая молодец. А ты чё не хочешь? Красотульчка. Ну, вот такие дела. Всё, самцов там нету. И у них такое спокойствие. Они не копошатся, не бегают. Это ж самцы вот такие прям сумасшедшие, дёрганные. А курочки одни остались. Прям тишина. Спинки должны у них немножко подзажить. Ну, и будет красота. Да, девчонечки. Всё, ничего не выкатились. Вот и весь всё. Посылку я сегодня не отправляю. Я сегодня утром же загрузил ролик с победителем. Он мне в инстаграме ответил. Написал адрес. Этот парень с Полтавы. Забыл. Ну, с Полтавской области. Забыл. Он город написал, но оно у меня там написано. Яйцо я ему отправлю завтра. Так что, вот такие вот дела. Да, девки? Девчатки. Ну, и всё, всё. Такой небольшой ролик. Смотрите, что делает. Ура! Ура, ребятки. Мы поймали его. Да ты ж моя золотушечка. Ой-ой-ой. Вот так всё выгребает носом. Всё носом выгребаешь, да? Малыш. Давай водички туда налью чуть-чуть. Давай ещё. Маленький, иди сюда. На, смотри. Вот так, чуть-чуть тебе водички туда. Пузырь. Иди сюда. Геркулес. Горох. Кажется, Геркулес лучше, да? Иди сюда. Он ему и лапки кусочек кинул, может пожуёт. А ну, давай-давай, водички налил, давай. Нет-нет-нет, туда носом. Внутрь нет-нет-нет. А ну. О, 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 ты умничка моя маленькая. Пьёт водичку. Раз разобрался, значит, всё будет хорошо. Вот видите, вот так часто люди покупают у меня поросят и переживают. Я, конечно, не могу сказать, что я не переживал, ну, чтобы начал кушать. Он такой маленький, прям манипушечка. Кот и горошка, да? Горох подходит тоже. Вот так. Но раз лезет в корыто, значит, вот такой мой хороший. Значит, всё будет нормально. А можно сказать, смотрите, сейчас уже одиннадцатый час. И можно сказать, что больше суток он ничего не ел. Потому что эта вечерняя кашка, ту, что я ему вчера вечером поставил, мне кажется, я целиком её убрал свинке. То, что я утром поставил, тоже кажется целиком. А в вечерней, вот я вам сразу показал кусочек, вот так поковырялся. Ну, и сейчас вот роется. На варёной кашке, на варёной кашке должно быть у него всё хорошо. Ну, и должен пойти в рост. Я думаю, дней 3-5 и появится у него животик. А ну, давай лапку грози. Ну, короче, ковыряется. Молодец, молодец. Всё. Получается, через сутки наконец-то поел, да? Ой, ты умничка. Вот такой молодец. В общем, а вы пишите, он коты горошка или геркулес. Всё. Вот молодец, какая мордашечка грязная. Угу, угу. Всё. Не будем мешать. Типа затушки не наедятся никак. Ох, и толстые. Толстые. Всё. Всё, друзья, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok